Плазируясь на тезисе Макса о капитализме как эпохе пара, Ленин считал, что эпоха электричества станет социализмом. Торф, уголь, воду, сланец, нефть – всё перевести в электроэнергию, писал Ильич в 20-м году. О нужности и своевременности этого дерзкого плана мы поговорили со Светланой Генераловой, главным научным сотрудником музея в Горках. Несмотря на высокие темпы развития экономики в начале 20-го века, Россия оставалась по-прежнему аграрной страной. Производство было не развито, а после гражданской войны ситуация стала ещё хуже. О том, как спасали ситуацию, и рассказывает выставка под говорящим названием «Как рассеялась мгла». Тут можно наглядно увидеть, как за короткий период отсталое государство эволюционировало от использования в освещении примитивных углеводородов до мощнейших гидроэлектростанций, таких как Днепрогэс. Идеи электрификации России, они старые. Первые наброски планы, такие серьёзные, они появились ещё в императорской России. Но именно Ленин поддержал идеи Коржановского и добился того, что данный план был воплощен. Как известно, ему не верили. Как показала практика, не верили ему зря. Блестящее воплощение в жизнь плана ГОЭЛРО заложило фундамент для сталинской индустриализации. А без неё победа в Великой Отечественной войне была бы намного сложнее. Получается, что сегодняшнее мирное небо над головой озарено в том числе и светом лампочки ВИЧа. Приходите в горки Ленинские и убедитесь сами. Илья Кремнёв, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.